Здравствуйте! Вот сегодня у нас речь пойдет о такой очень яркой, светлой, приятной теме. Вот она яркая и приятная, эта тема, в моих воспоминаниях, в моей памяти о советской жизни, это об освоении космического пространства. Это всегда был такой вот, ну прям триумф, впечатление такого вот хорошего дела. Вот как, да. Понятное дело, что хорошее дело были победы хоккейной сборной на чемпионате мира, но вот это, ну, четко это хоккей, это понятно, что это эмоции, но это спорт, это вот, ну, дело бесполезное, а это космос осваивали. Ну, когда рассказывают об освоении космического пространства, обычно начинают вспоминать, что было раньше, как это все придумывали его осваивать. Значит, в принципе говоря, наверное, самым ранним упоминанием, самым ранним проектом вот в нашей российской, так сказать, истории космонавтики вспоминают Кибальчича. Кибальчич был такой революционер террористического плана, это еще XIX век, и он был приговорен к смертной казни. Накануне смертной казни он написал некий такой проект космического аппарата для полетов в космос, он переделал, скажем так, воздушный шар в космический аппарат. Переделал он его следующим образом, надо сказать, очень даже неплохо. Значит, вот представляете себе воздушный шар, у него гондола, да, гондола, в которой, значит, сидят, как это сказать-то, воздухоплаватели. А это вот будут сидеть, значит, космонавты. Значит, гондол с дыркой в серединке, понятное дело, потому что вместо шара у него ракета. Огромный, значит, двигатель с соплом, ракетой, да, и вот, значит, эта вот струя газа из ракеты выходит через вот эту гондолу, в которой сидят космонавты, будем так и говорить, чего уж там говорить-то. Вот. Оригинально было то, что управлять полетом можно было, поворачивая сопла, то есть, поворачивающиеся сопла, подвижные сопла. Значит, ну, в принципе говоря, вот эта вот идея поставить ракету чуть-чуть впереди, значит, полезной нагрузки, вот эта вот чуть-чуть впереди получалась, да, она чуть-чуть впереди, а полезная нагрузка, в общем-то говоря, охватывала сопло, это сопло, как некоторые говорят, но я говорю сопло. Вот. Вот это вот достаточно, так сказать, интересная идея, да еще и поворотное, этот самый, поворотное сопло. Ну, вот такие вот свежие мысли были. Конечно, таких проектов, ну, в общем, никто не реализовывал, воздушный шар ракеты не переделывал. Это самая старая история. Второй наш предвестник космической эры, Константин Эдуардович Сиолковский. Это был такой великий ученый-самоучка, типичный самоучка, немножко недоучившийся, поэтому он не знал, что нельзя делать, да, он вот не знал, что это нельзя, это невозможно. Иногда брался делать то, что уже другие сделали. Однажды он долго-долго мыслил над природой теплоты. Вот почему тепло. И пришел, в общем-то, к правильным выводам о том, что, значит, это движение, значит, молекул. Чем быстрее молекулы движутся, чем больше их генетической энергии, тем, значит, теплее воздух, скажем, да. Он, значит, подошел, как сказать, вплотную в идеологическом плане к созданию молекулярно-кинетической теории газов. Ну, вот, кто проходил в школе, значит, помнит, может быть, и уравнение Менделеева-Клаперона, да. Кто проходил в ВУЗе, значит, физику, помнит распределение Максвелла, распределение Больцмана. Все это к тому времени уже было. Он свое письмо отправил в Санкт-Петербург, отправил он его в Российское физико-химическое общество. И там на рецензию его отдали Дмитрию Ивановичу Менделееву. Понятно, уравнение Менделеева-Клаперона, кому рецензировать. Ну, Дмитрий Иванович прочитал все это дело, похвалил и порекомендовал принять Константина Эдуардовича, члена вот этого вот физико-химического общества. Ну, вроде как, вот такое вот решение было. Ну, вот как-то вот членом этого общества, то есть в работе этого общества Циолковский участие не принимал. У него был фонтан идеи. Вообще говоря, вот сейчас Циолковский остался за философами, потому что он был философ космизма, да. Значит, Циолковский размышлял вот над какими вещами, философскими вещами. А вот как быть, когда воскреснут все покойники? Ведь их будет такая уйма, что на земле они поместиться не смогут. Так он считал. Значит, значит, говорит, наверное, что-то должно другое произойти. И он сделал такой вывод. Человечество, земля-колыбель человечества. Человечество не останется на всю жизнь в колыбели, оно выйдет из колыбели и станет, значит, фактором космического масштаба. Ну, вот эта вот земля-колыбель человечества, человечество не будет оставаться в колыбели, это вот лозунг, написанный, как говорится, на знаменах советской космонавтики. Вот, наверное, над входом в какой-нибудь музей космонавтики такой лозунг можно поместить. Вот. Ну, вот он имел в виду вот сугубо религиозный паспект этой темы. Ну, и он находил, наверное, говорит, после воскрешения человечество обретет эфирные тела. Тела, состоящие из эфира, из той тончайшей материи, которая заполняет все космическое пространство. Тогда вот так считали, что электромагнитные волны распространяются, вот, свет, например, радиоволны в эфире, колебания эфира, вот, тончайшей материи. Дмитрий Иванович Менделеев рассуждал, у него, кстати, работа о свойствах атомов эфира. Значит, он говорил, что их надо поставить в таблице его, Менделеева, до водорода, так как они легче. То есть, о химии эфира такие были разговоры, вот, ну, эфира нет, вроде как физики от этой концепции отказались, от этой гипотезы, да, ну, вот. Ну, вот, значит, эфирных тел строить не из чего. Тем не менее, у Циолковского была идея, как же летать, как может ракета вывести в космос человека, или его груз. Он вывел формулу Циолковского. Значит, формулу долго он выводил, потому что у него с математикой было не очень хорошо. Вот, он со второй попытки вывел ее правильной. Формула повествует о том, какую массу должна исходно иметь ракета, чтобы, значит, вывести какую-то полезную нагрузку. Масса оказывалась очень большой. Он стал придумывать, как бы выйти вот из положения, придумал то, что сейчас он назвал ракетные поезда. Это вот многоступенчатая ракета, да? Ну, вы наверняка знаете, как это устроено. Первая ступень, она очень тяжелая, несет на себе все последующие ступени. Ну, и каждая следующая ступень, все легче, 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 легче. И на орбиту спутника Земли, или на полет, на траекторию полета к какой-нибудь планете, или к звездам, выходит уже самый последний, вот, очень легенький объект. На самом деле, космонавтика – вещь очень затратная. Массы нужны очень большие, исходных ракет, чтобы их туда забрасывать. Ну, вот, это вот вся предыстория, которую обычно вот детям рассказывали перед тем, как им ввести в чертоги космонавтики. Ну, скажем, в павильон космос, павильон космос ВДНХ, союзные выставки достижений народного хозяйства. Вот, ну, вообще говоря о космосе, наверное, думали люди, но государство это субсидировать не очень собиралось, такие затратные проекты. Тем не менее, в связи с тем, что у нас появилось такое вот, то, что называл я холодной войной, противостояние СССР-США, то, что США где-то далеко-далеко на другой стороне фактически земного шара, пришлось разрабатывать средства доставки ядерного оружия до США. Вот, не авиационные, которые, ну, самолет можно сбить, что там говорить. Если уж очень постараться, его можно сбить, если очень нужно. А вот ракетные, межконтинентальные баллистические ракеты. Насколько я понимаю, первые успешные полеты межконтинентальной баллистической ракеты были связаны вот с советскими запусками. Создал ее коллектив, огромный коллектив ученых, конструкторов, рабочих, техников. Да все ведь, вплоть до, значит сказать, уборщицы, все это создавали. Огромный коллектив, огромные расходы. Понятное дело, что если бы был направлен на то, чтобы запустить спутник Земли, это никто бы не стал финансировать. А это вот нужно было забросить груз на территорию США. И такую ракету создали, испытали ее по радио торжественным голосом. Наш диктор Юрий Левитан. Юрий Левитан объявил, в Советском Союзе проведены успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Вот когда в хронике записывали, как Юрий Левитан, значит, говорит, вот всегда он себе помогал в самых ответственных местах вот это вот усилить, вот значение такого торжественного слова. Ну вот, ну а пуски проводились с космодрома Байконур, вы про него, конечно, слышали. А вот американцы про него не знали, про этот космодром. И американцы не подтвердили, да нет, это, говорит, все выдумки, это пропаганда. Значит, дело в том, что они во все глаза следили за космодромом, который, или ракетным полигоном Капустин-Яр, который на границе Астраханской и Волгоградской областей находился и находится до сих пор. А вот про Байконур они не знали. Он был так хорошо в секрете построен, что вот, ну, просто вот не знали. Он вообще был на другом конце Казахстана от того населенного пункта, который называется Байконур. Он был около населенного пункта, который назывался Тюратам, вообще говоря. Вот, и в некоторых воспоминаниях они называют строителей космодрома, говорят, мы строили космодром Тюратам. Вот, ну, действительно, огромный космодром, огромный объект построили вот втайне. Ну, это можно было себе позволить, потому что спутников тогда не было. То есть, со спутников все видно. Как показать вероятного противника, что у нас есть ядерное оружие? Ну, для того, чтобы показать, решено было запустить спутник. Отполировали шар и запустили спутник Земли. Да, вот он, первый искусственный спутник Земли. Полированный алюминиевый шар. На нем был установлен радиопередатчик, который передавал сигналы бип-бип-бип-бип. Этот полированный шар пролетал над плотными слоями атмосферы, его освещало солнышко. И когда на Земле уже было темно, утро или вечер, или еще темно, или уже темно, его было видно хорошо, он пролетал по небу светящейся точкой. На Воробьевых горах стояли тогда телескопы были поставлены, и все желающие следили за этой точкой, аплодировали. Это было такое вот событие, явление. Ну, надо сказать, что вот это пропагандистское такое явление. Показали, что да, у нас есть средства запустить спутник Земли. То есть в любую точку земного шара можем доставить. Это вот такой вот... Узнаете плакат, да? Вот эта женщина как будто сошла с плаката в военной поры. Родина-мать зовет. Вот она, значит, призывает спутник. А теперь она вот, вот она запускает ракету. Родина-мать, за ее спиной лучи восходящего солнца. Это солнце космической эры. И ракета летит к Луне. А на Луне, по-моему, там уже вымпел советский лежит. Да, вот такие вот дела. Но это было непросто. Дело в том, что надо было обеспечить связь с этим спутником. Он управлялся командами с Земли. Особенно если это полет к Луне, да? То есть вот так вот с ним надо было в любой момент иметь связь. И поэтому состонаны были корабли специальные, связные. Вот типа вот этого корабля. Значит, которые были распределены, размещены по всем морям и океанам. С тем, чтобы вот на всей траектории полета, космического аппарата, значит, уже потом с космонавтами на борту, иметь с ним возможность поддерживать связь. Отдавать команды, получать информацию полезную. Вот это вот было очень важным и заявлялось. Первый спутник запустили 4 ноября 1957 года. В самом преддверии 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Дело пошло дальше. Вот это вот первый наш лунник, Луна-1. Значит, история его полета весьма любопытна. Когда он был запущен, почему-то создатели вот этого спутника, как сказать, разработчики циклограммы полета, не подумали о том, что скорость распространения радиоволн, она ограничена скоростью света. И не учли этого. То есть, когда они подавали команду с Земли на, значит, включение двигательной установки тормозной, этот сигнал запоздал. Очень узкий диапазон времени, когда надо было тормозить, чтобы лунник на Луну приземлился. И, значит, поздно, поздно вот этот тормозной импульс дали, и лунник вместо того, чтобы попасть в Луну, пролетел мимо и стал первой искусственной планетой. Да, вот так вот помню было. Этот вот первый лунник, он находится, значит, модели его в музее космонавтики. Он, кстати говоря, позволил получить фотографии Луны с более близкого расстояния, оборотной стороны. Это, кстати, очень интересный проект. Как это сделать? Как вот получить фотографию? Тогда ведь вот этой электронной фотографии в нашем понимании не было. Сейчас примерно вам расскажу, как это делалось. Там был обычный фотоаппарат, который, значит, получал фотографию. Значит, ну, вы знаете, есть фотоаппараты, которые позволяют получать фотографии сразу. Там и процесс проявления, вот он весь там внутри находится, этого фотоаппарата. Вот примерно такой же фотоаппарат был сделан там. Но как эту фотографию передать на Землю? В том времени существовал такой метод. Он называется фототелеграф. Вы вставляете, это был так фототелеграф устроен, фотографию или какой-то чертеж, рисунок, рукописный текст на, значит, некий валик. Валик вращается, и по валику бежит фотодатчик, который облучает светом и, значит, считывает отраженный свет. Большой свет отражен, значит, белое место, светлое, значит, сигнал отраженный большой, темный, маленький сигнал. Вот. Вы узнаете, наверное, сканер, да? Только в сканере это вот так вот движется сканирующая вещь, и по ней, значит, шмурыгает вот это вот считывание, да? Как уж доподлинно был этот сканер устроен, я вам сказать не могу, просто не знаю. Вот. Но вот все удалось, все обошлось. Фотографии были получены обратной стороны Луны, и, кстати, узнали потрясающую вещь. Оказывается, на обратной стороне Луны очень мало того, что мы называем морями лунными. Лунные моря – это равнины, и лунные горы с кратерами, а там вот нет вот этих вот равнин, да? Вот. Это вот, кстати говоря, вопрос, на который до сих пор селенологи, ученые, которые занимаются изучением Луны, или планетологи вообще, вот, не очень четко, не очень четко могут получить, так сказать, внятный ответ, вот, до сих пор, вот, на эту тему, значит, всякие гипотезы строятся, почему же так получилось. А может, просто так вышло? Ну, кто его знает? Ну, вот так вот получилось. Так уж получилось. Настоящий наш все триумф был 12 апреля 1961 года, когда, преодолев оковы земного притяжения, в космос вышел первый человек Земли, Юрий Алексеевич Гагарин. Это был прямо вот триумф какой-то необыкновенный. Дело в том, что незадолго до этого был 22-й съезд КПСС, на котором партия торжественно прогнозгласила, что ныне живущее поколение советских людей будет жить при коммунизме. К 1980 году планировалось в основном построить коммунистическое общество, где очень многие вещи будут бесплатными, вот, питание на работе, в вузе, в школе, значит, поездки в отдых там и так далее. Ну, очень-очень много чего, значит, было вот обещано бесплатным. Всех обеспечивают, естественно, значит, квартирами и так далее. И вот, когда это полетело, ну, значит, вот где-то это строится, вот, может, даже где-то под землей, потому что в секрете это все было очень секретно. В принципе, никто особенно не знал об этих запусках, хотя что, значит, не знал? Вот когда через год, то есть в 1963 году летом в космос полетел космонавт Быковский, а следом за ним полетела Терешкова Валентина Николаевна, первая женщина-космонавт, первая женщина в космосе. Так вот, значит, когда Быковский уже был в космосе, я сидел в такси с мамой, и таксист нам доверительно сказал, вы знаете, говорят, скоро еще один корабль запустят, и там будет женщина. Вот он мне это сказал, то есть вот таксисты об этом уже знали, московские таксисты. Да, вот такие вот дела. Ну, Юрий Алексеевич Гагарин стал кумиром нашего поколения, мы все брали с него пример, мы старались быть космонавтами, спортсменами, не курить, вот, космонавты же не курят. Вот, он очень быстро превратился, так сказать, в символ эпохи, в символ нашей страны, он путешествовал по свету, его охотно принимали во всех странах мира, всегда награждали, значит, в газете «Пионерская правда» перечисляли все его награды, которые ему по всему свету дали. Вот самая шикарная награда, такое называется «Ожерелье Нила», да, видите, вот такая вот, это самая такая большая, самая дорогая награда в Египте, или как она называлась, «Объединенная Арабская Республика», там его наградили этой наградой. Ну, вот он, вот символ наш был, он к этому тяготился, как говорят, хотел все-таки быть летчиком, летчиком-космонавтом, учился, говорят, очень хорошо учился, те педагоги, которые его преподавали, математик в частности, говорили, что он был очень усидчивый, способный, талантливый человек. Долгое время был тайный, внешний вид и конструкция корабля. Корабль-спутник «Восток», вот это вот он, но это не он. Так нам, наконец, когда открыли тайну, каков же из себя «Восток», ближе к концу 60-х годов, картинки этой не было. А потом вот открыли якобы тайну, вот он такой, сфера, в этой сфере, видите, впереди, в передней части, сфера, в ней находится космонавт, это спускаемый аппарат. Этот аппарат, значит, тормозится парашютной системой, и космонавт не приземляется в нем. Он катапультируется оттуда на кресле, и, значит, сам приземляется отдельно на парашюте. Вот это вот, это тоже являлось тайной. Вот этот вот орбитальный блок сзади, вот он на самом деле не такой. Как потом выяснилось, вот как на самом деле выглядит. Видите, вот, сравните, вот какая вот такая бочка сзади прикреплена, а на самом деле вот такой вот небольшой. Нужно сказать, что такого рода космические аппараты, они вроде как до сих пор эксплуатируются. Называются такие спутники иногда Бион, они запускают в космос биологические объекты. Кстати говоря, прелесть в том, что этот спутник можно вернуть с орбиты. То есть биологический объект, который долгое время жил в условиях невесомости, там растения какие-нибудь, вот, насекомые, вот они, значит, возвращаются на Землю вот для дальнейшего прохождения цикла экспериментов с ними. Да, но началась космическая гонка. Значит, мы запустили спутник, американцы запустили спутник. Наш спутник был крупнее, их спутник был меньше величиной с апельсин. Да, вот с гордостью этот рассказывал об этом наша пресса. И это было действительно так. Первые полеты американских космонавтов, вернее, их называли астронавты. Наши космонавты, американцы астронавты. А вот китайцы вышли в космос, их правильно называть тайконавты. Мы ведь не называем американских астронавтов космонавтами, это астронавты. Наши космонавты, они астронавты. Это даже было увековечно в одной из серий фильма про Джеймса Бонда. Какому-то злобному японскому, такому вот нехорошему человеку удалось в космосе захватывать космические корабли и к себе утаскивать куда-то в жерло вулкана. И вот там сидят, в камере живут наши космонавты и американские астронавты. И вот наш космонавт ему объясняет, у нас космонавты, а у вас астронавты. Это вот в фильме про Джеймса Бонда такая сцена была. Ну, Джеймс Бонд, конечно, всех освободил. Какой разговор-то. Ему, кстати, японская контрразведка помогла. Японцы-то были хорошие. Не все японцы плохие в этом фильме, по крайней мере. Ну, так вот, что я вам хочу рассказать дальше-то. Ну, в конце концов, американская промышленность, войдя в эту гонку, эту гонку космическую, объявил, в общем-то говоря, дал ей старт по-настоящему, превратил в гонку президент американский Джон Кеннеди. Джон Кеннеди, у него еще была идея измотать Советский Союз гонкой вооружения, а еще и космической гонкой. Это должно было сплотить американцев. Он такие вот почти советские слова говорил. Не спрашивай, что тебе может дать страна. Спроси себя, что ты можешь дать стране. Ну, вообще, как будто это говорит там какой-то комсомольский лидер, честно говоря. Вот такое вот ощущение. Ну, и вот он поставил задачу высадки астронавтов на Луну, вот, чтобы первыми высадиться. Ну, и вот мы считали, что мы тоже участники этой гонки, мы Советский Союз, и все это так воспринималось. Американцы стали запускать двухместные корабли. А у нас все одноместные, что делать? И вот тогда был создан космический аппарат, который назывался «Восход». Вот это еще «Восток», я вам для сравнения его показываю. Да, ну, вот, да, кстати, извините, я вам не прокомментировал эту фотографию. Это Гагарин, а рядом с ним главный конструктор, так его тогда называли, без фамилии. Фамилии мы его узнали все только, когда он умер. Королев Сергей Павлович. И когда его хоронили, значит, на Красной площади был, значит, орудийный салют. И, значит, вот комментатор сказал, что вот хоронят короля космоса. Так вот он сказал. Вот, вот это вот «Гагаринский старт». Так вот, вот это вот очень похожий на корабль «Восток». Корабль «Восход». В корабле «Восток» космонавт летал, значит, в скафандре, катапультировался. У него было кресло, парашюты, все прочее. А вот это вот корабль «Восход». Три космонавта в этот шарик. Это тот же «Восток», только космонавтов посадили без скафандров. Вот в этот шарик троих. Кресла не катапультированы, поэтому они могли быть легче, парашютов не нужно внутри. Ну, вот такая вот вещь. И он совершил, значит, несколько суток летал вокруг земного шара. Это был как раз тот момент, когда на земле отстранили от власти, прошел исторический октябрьский пленум ЦК КПСР 64-го года, и отстранили от власти Хрущева. На его место пришли, значит, три руководителя коллегиально, потому что он много очень должностей занимал. Брежнев, Косыгин и Подгорный. Вот. Косыгин, премьер-министр, по-нашему говоря, председатель Совета Министров Подгорный, был председатель Президиума Верховного Совета. Иногда так неофициально должность называли президентом. Ну, и первая секретарь ЦК КПСС, по-моему, тогда так называлась должность. Потом стал называться генеральный секретарь, это стал Брежнев. Вот. И вот космонавты улетели, когда был еще Хрущев, пролетели, уже были трое. Их встречали три. Первый раз три космонавта идут, и их встречают не один человек, как раньше, в шляпе, а три человека в шляпах. Вот. Это вот выглядело так. Кстати говоря, это была кинохроника. Кинохронику очень стали любить тогда. Смотрите, вот эту вот хронику про космические полеты. В 61-м году, после полета Гагарина, все люди стремились посмотреть в кинотеатре, не у всех же был телевизор, посмотреть в кинотеатр цветную, кстати говоря, хронику, вот про полет Гагарина. Вот это вот его полет, «Дорога к звездам», что-то типа этого назывался. Документальный фильм. Вот. Вот ради этого фильма ходили, значит, вот, как обычно, хронику в довесок к какому-нибудь художественному фильму. А теперь художественные фильмы показывали в довесок к хронике. Ну, вот был такой короткий эпизод времени. Так вот. Это легенда космической эпохи. Генерал Леонов, вот, Алексей Леонов. Это первый человек, который вышел в космическое пространство. Он художник, он генерал. Он летал вместе с американцами совместный полет «Союз-Аполлон», «Аполло-Союз» или «Союз-Аполлон». Он первый человек, который вышел в космическое пространство. Вот так выглядел, согласно последним, значит, рассказам рассекреченным, корабль-спутник «Восход-2», да, на котором и произошел этот выход в космос. Видите, такая вот камера, она надувная, рядом с ней космонавт. Вот он через эту камеру, значит, вышел в космос. Значит, выходит он в этот вот шлюз космонавт. Шлюз, значит, выпускается из него воздух, открывается крышка, выходит космонавт наружу. Вы внимательно слушайте, это очень важно будет для дальнейшего разговора. Итак, повторю. Из корабля, из этой сферы, в шлюз выходит космонавт в скафандре. После этого из шлюза стравливается воздух, крышка шлюза, она наверху открывается, и из этого шлюза выходит космонавт наружу. Вот. Этот вот фильм об этом выходе показывали перед замечательным фильмом «Операции или другие приключения Шурика». Вот. И вот он, значит, пять метров, по-моему, была длина у него фала, вот по небу пять шагов, за каждым шагом отзывы кемеров, на эту тему даже песня была. Вот. И вот этот случай, как потом нам рассказали, чуть не закончился трагически. Я вам сейчас расскажу официальную версию, как это нам всё рассказывают. Теперь официальная версия, которая от нас раньше якобы скрывалась. Когда вышел в космос космонавт Леонов, космонавт, его костюм раздулся. И он долго не мог забраться в шлюз вот этот переходной. Он должен был вперёд ногами туда войти, не получилось. Он вошёл вперёд головой. Да, вот такие вот дела были. И долгое время потом провёл в шлюзе несколько, по-моему, один виток или несколько витков вокруг Земли, он делал в этом шлюзе, находясь. Так и было в этом самом отчёте на полёте сказано, которое нам, значит, ТАСС, телеграфное агентство СССР распространило, ну и радиотелевидение. Вот. Ну, тут, правда, маленькая деталь. Вот смотрите. Скафандр раздулся, потому что внутри скафандра некое давление. Да, вот. Ну, он же дышит воздухом, космонавт. А снаружи вакуум. Но в вакуум-то космонавт попал, находясь ещё в шлюзе. То есть, он не мог бы выйти из шлюза. Не было разговоров никаких об этом. Обратите внимание. А вот я вам расскажу другую версию, которая ещё до появления этой версии нам наши преподаватели рассказывали. Эта версия ещё более, так сказать, ну, интересная, честно говоря. Не могу сказать, правильная она или нет, но тем не менее, очень драматично интересная. Значит, когда Леонов вышел в космос, он там пробыл какое-то время, сделал фотографии, и стал уходить в шлюз. Крыска шлюза должна была закрываться. Это обеспечил космонавт Беляев. Он находился внутри корабля. Это первый из космонавтов, который вот умер. У него были какие-то проблемы с желудком, и вот тот перитонит, и он потом умер. Это было много позже, он уже в его земной жизни. Ну, вот такая вот, так сказать, больничная трагедия. Крышку не можешь закрыть, да? Он, когда Леонов вышел в космос, Беляев, значит, вот передавал такое сообщение, вот мы все его помним, человек вышел в космическое пространство. Почему-то так получалось, вышел, мы так слышали. Он несколько раз это повторил. А крышка не закрывается. В чём дело? Ну, включает опять мотор, приборы показывают, электромотор работает, и так крышка не закрывается. Долго он это дело игрался. В конце концов, механический привод там был ещё предусмотрен. А, признаете, в невесомости надо что-то опереться и начинать вращать. Привод механический. Ну, механический привод сработал, крышка закрылась. Значит, в чём проблема? Это нам вот как раз на конструирование приборов и, значит, устройства рассказывали. Оказывается, петли, ну, собственно говоря, крышка, там же дверные петли. Петли эти были сделаны очень хорошо. Чистовая такая обработка, всё чистенько, никаких следов окислов. И вот под действием в вакууме, под действием солнца, произошла холодная сварка. Диффузия. Да? И, как бы сказать, приварился. Слегка. Поэтому электромотор закрыть не мог. Только вот Беляев вот с физическими усилиями, вот это закрыл. Корабль потерял ориентацию, стал от этого, как-то вращение приобрел. И приземлился не там, где положено. Где-то там в глухой тайге. Его нашли с вертолёта. Сесть негде. Сбросили им там валенки, лыжи, шоколад. Вот этим космонавтам. Вот. И, кстати говоря, вот космонавты выходили из леса, значит, на лыжах. Вот в этом фильме они, значит, весело, бодро так вот толкаясь лыжными палками из леса выходят на лыжах. Вот такие вот дела были. Ну, вот какая версия правильная, вот сказать не могу. Ну, вообще говоря, история. Вот это, кстати говоря, посмотрите на картинке. Это тот самый переходной шлюз. Да, матерчатый он такой немножко. Это вот космонавт Леонов в космосе. Это картина. Соколов и Леонов. Соколов – это просто художник, а Леонов – это космонавт ещё и художник. Многочисленные картинки. Ну, это самые, наверное, правдоподобные из всех картинок. А вот так это выглядело тогда на Марке. Ведь ничего похожего на тот корабль нет. На настоящий корабль. А это уже генерал Леонов вместе с американским космонавтом в космосе. Картинка, я вам это, по-моему, показывал. Ну, так давайте я вам расскажу про драматические истории освоения космоса. Не всё так было просто. Ну, понятное дело, что тут-то мы проиграли космическую гонку. Американцы первыми высадились на Луне. Пожалуй, что стоит теперь поговорить о нашей лунной программе. Она была довольно-таки успешной, но эта программа была автоматическая. Да? С помощью автоматических устройств. Апломатических межпланетных станций, как тогда их называли. Вот это вот станция Луна-9. Вот автоматическая станция Луна-9. Это её, так сказать, вид полётный. То, что на маршруте от Земли к Луне. Вот впереди, в правой верхней части, это вот её головная часть. Там спускаемый аппарат. Этот спускаемый аппарат снаружи, вот если вы приглядитесь, как будто он в каком-то чехле. Да? Это действительно чехол, некая надувная конструкция. При приземлении на Луну эта надувная конструкция надувалась и прыг-прыг-прыг по Луне, значит, прыгала. И обеспечивала сохранность объекта. Вот этот объект был в надувной конструкции. Такой вот, как цветок такой раскрывающийся. Вот на лепестках цветка, по-моему, там были солнечные батареи. Вот видите, висят отвесы, да, отвесы висят. Показывайте, значит, вертикаль. И первые панорамы Луны, вот это с фотографией, с первой лунной панорамы. Это вообще нас очень сильно всех воодушевляло, да, воодушевляло. Это мы ещё пока не проиграли лунную гонку. Вот так это выглядит на Луне. Но опять художники так изобразили. Это вот на Луне лежит наша Луна-9, а рядом валяется её, значит, полётная часть где-то вот там рядышком лежит. Уже после полёта американских астронавтов, который случился в 1969 году, надо сказать, что астронавты американские, в общем, вели себя по отношению к памяти советских космонавтов вполне положительно. Был доставлен на Луну не только американский флаг, но и, так сказать, плакетка такая с флагами других космических держав, в том числе и Советского Союза. Позднее, по-моему, на одном из последних полётов Аполлона на Луну установили некий такой памятник о погибшем астронавтам. Ничком лежит маленькая фигурка космонавта, а рядом табличка с перечнем всех астронавтов и космонавтов к тому времени погибших. Вот. В том числе там было несколько и советских. Кто-то из них погиб на Земле, а кто-то в космическом полёте. Вот о нём я сейчас расскажу. Это Луна-16 называлась она, да? Посадочный модуль. Вот этот аппарат мягкую посадку на Луну совершает. Вот наверху возвращаемый объект. Он умудрялся взять пробу грунта, да? Вот пробу грунта с поверхности нашего спутника Земли, да? И вернуться на Землю. Вот он влетает в космос, возвращается, да? Вот так это выглядит всё в сборе, да? А вот так вот он, значит, в полёте стартовал и полетел к Земле. Ну и на Земле он опускается. Вот он спустился. Вот эти две надувных антенны, чтобы, значит, передавать. Два надувных шара, чтобы хорошо было видно. А внутри капсула с лунной породой. Естественно, это обошлось дешевле, чем та порода, которую собирали астронавты. Астронавты, потому что, ну, когда посылается в космос космонавт, это, конечно, очень большое спортивное достижение. Это очень духоподъёмная вещь, но его надо там кормить, его самого вести надо. А вот что он выполняет? Вспомогательные функции, которые может выполнить и робот, да? То есть автоматика. Вот так вот получилось. Так вот, в Советском Союзе стала разрабатываться новая система, которая называлась космический аппарат «Союз». Да, я вам не всё ещё про Луну рассказал, но Луну удалось нам, нашим людям, нашим специалистам забросить ещё луноход. Два лунохода по Луне ползали, показывали нам тоже панорамы, изучали свойства грунта. Луноход очень всех впечатлял. Когда первый луноход был спущен на Луну, он был такой вот, напоминал немножко старые довоенные танки. Вот он как будто выгружается с платформы железнодорожной, вот и вступит в бой с врагом, да? Ну вот он, значит, такие вот луноходы ползали. Да, были космические аппараты, которые посылали вообще к дальним краям. Это вот на Венеру посылали, так сказать, для исследования Венеры. Это, так сказать, наша советская планета. Почему-то полёта на Марс наших Марсов не удавались, а вот на Венеру наши Венеры долетали очень хорошо, привенеривались или спускались туда. На Венере ужасные условия, огромная температура, огромное давление. Вот этот вот блок, он, значит, получал панораму Венеры, да? На Венере восстановительная среда. Значит, всё окисляется, а там, наверное, всё восстанавливается. То есть стёкла приборов начинали... Что такое стекло? Стекло, да, вот это вот окошко, через которое, скажем, фотоаппарат фотографирует. Это стекло, СО2. А СО2 это окисел. А он там начинает восстанавливаться и покрывается слоем кремния, вот это вот, и перестаёт быть прозрачным. Сверху вот огромная антенна, остронаправленная, намотанная такая, да, видите, катушка и зеркало. Вот передавались фотографии. Вот это вот панорамы Венеры, венерианской поверхности. Снизу зубцы, это вот элемент конструкции самого аппарата, да? Вот, вот, видите, вот что-то такое, как будто пролетело, видите, вот что-то такое, как тень метнулась, да? Видите, вот говорят, что уже в наше время анализируют огромный массив вот этих вот фотографий, что передавались с Венеры, вот, удалось что-то такое похожее на какие-то живые существа там найти. Ну, трудно сказать, действительно, это так или нет, потому что температуры очень высокие там. Ну, кто их знает, кто их знает. Может быть, это вот такой прорыв. А может быть, это просто вот хочет наша психика выдать желаемое за действительное, ну, продолжить исследования Венеры, которые сейчас, в общем-то, не ведутся. Такая скучная планета, с неё взлететь, наверное, будет очень трудно. Ну, зато опуститься более-менее хорошо можно, потому что плотные слои, хорошо опускаться на парашюте. Вот он, корабль, о котором стал говорить, корабль-Союз. Вот такая примета, я вам скажу. Обычно, когда запускали наши корабли, первый корабль просто назывался спутник или восток, или восход. А потом уже были восток-2, восход-2, спутник-2, спутник-3. Да, вот так вот называлось. А вот это сразу называлось Союз-1. Примета была плохая, точно всё это сработало. При сходе с орбиты погиб лётчик-космонавт Комаров. Это был его второй полёт. Первый раз он летал на восходе, который первый из двух восходов. А тут он погиб. Ну, официальная версия, что-то испортилось в парашютной системе, и, значит, корабль разбился. Ну, неофициальная версия несколько иная. Это опять тоже, вот, так сказать, досужие языки распространяет неофициальную версию. Неофициальная версия такая, что в момент спуска, уже, значит, плотных слоях атмосферы, когда корабль движется в потоке воздуха, а космонавту перестала поступать дыхательная смесь. Что делать? Ну, от перегрузки, естественно, вот прибор вышел из строя, вот, который обеспечивают. Космонавт стал попытаться приоткрыть люк, чтобы, значит, воздух снаружи стал попадать, а он же в плотных слоях движется, стал попадать, значит, вот в капсулу. Ну, этому не удалось, он погиб. Вот такая вот версия. Ну, версия, так сказать, официально никак не подтверждается, это я вам просто сплетню пересказал. А неофициальное некое такое подтверждение есть. Добровольский, Пацаев и Волков. Вот такой вот экипаж одного из союзов. Раньше летали по три человека в союзах. И в этих союзах три человека летали без космического скафандра. После этого стали летать в скафандрах. Дело в том, что при спуске с орбиты, значит, был предусмотрен такой, так сказать, пиропатрон, который, значит, корабль находится в плотных слоях атмосферы, он вскрывает, значит, клапан и обеспечивается доступ к воздуху снаружи. И космонавты вот чувствуют запах степного воздуха, там, как там, травы пахнут в степи, куда они спускались, казахская степь, казахстанская степь. Вот. А тут вот это сработало раньше времени, и воздух вышел из капсулы. Это вполне себе официальная версия. Так оно вот, никто другого ничего не придумал, вариант гибели. Вот такая вот история случилась. После этого космонавты стали спускать, значит, в стартовать, и спускаться стали космонавты наши в скафандрах. И поэтому вместимость этого союза стала не три человека, а два человека. Два человека в скафандрах. А Советский Союз, можно сказать, демонстративно сконцентрировался на полетах по орбите. Орбитальные станции, помните, такие были, Салют, Мир, потом была станция, вот эта вот орбитальная станция Мир. Вот она постепенно нарастала, к ней пристыковывались модули, долго существовала. Последним успехом было создание ракетно-космической системы Энергия Буран, да, огромная ракета, выводящая на орбиту космический самолет. Ну, это, так сказать, наш ответ спейс-шаттлу американскому, да. Ну, этот ответ спейс-шаттлу закончился только одним экспериментальным полетом, который успешно прошел, без космонавтов на борту, в автоматическом режиме корабль приземлился, значит, на аэродром. Все, это уже было во времена Горбачева, дальнейшие работы не проводились. Мыслилось это как некая платформа для забрасывания в космос крупных, значит, изделий, возможно для создания не только орбитальных станций, но и для создания каких-то военных орбитальных станций. Ну, заканчивалась у нас эпоха противостояния СССР с США. Она взошла, в общем-то, в тупик, потому что война полномасштабная между СССР и США была невозможна. Непонятно совсем было, для чего наша власть советская вступила вот в эту вот, ну, это отсюда, с теперешней позиции непонятно, зачем она вступила в гонку вооружений и в ней продолжала участвовать. Дело в том, что создание ракетно-ядерного щита обеспечивало Советскому Союзу, так сказать, неприкосновенность своей территории, вот, американского ядерного оружия. И невозможность проигрыша войны. Советский Союз проигрывает, наносит удар по США, и это для них неприемлемо. Наносится неприемлемый ущерб, да. И на долгие годы страна, получившая такой массированный ядерный удар, перестает быть заметным фактором на мировой арене, да. Ну, вот, но Советский Союз и США не могли одна страна уничтожить другую, и они должны были взаимно уничтожать. Это было гарантировано все. Доктрина гарантированного взаимного уничтожения. Ну, а непонятно, зачем вступили в гонку в вооружении, потому что, ну, если гнаться в вооружениях, могли частично победить, например, захватить Европу. Но, по всей видимости, наши партийные руководители этого, на самом деле, делать и не собирались. Зачем была тогда нужна эта гонка? Созданием танковых армий огромных, там, авиации и всего прочего, содержание огромной армии, подготовка состава, не совсем понятно уже тогда. Ну, вот такая вот, видимо, была сделана глобальная военно-политическая ошибка. Ограничиться надо было раньше. Для США гонка вооружения не была такой губительной, все-таки экономика их посильнее, вот так или иначе. А для нас очень сильной была губительной. Фактически каждый наш работник работал в той или иной степени, ну, очень многие, на войну. И иногда гражданская продукция была побочной продукцией на военном производстве. Холодильники, телевизор. Ладно, закончим на сегодня. Удачи вам, всех благ, до свидания.